Еще несколько фишек, которые напрямую не касаются парсинга, но которые тоже могут быть вам полезны. Во-первых, как искать вообще сообщество, как искать нужные настройки, как понять вообще, где ваша аудитория. Самое простое найти просто человека, который является, ну вот очевидно для вас, что это представитель вашей аудитории. То есть вы уверены, может быть у вас знакомый или ваш какой-то уже единственный фанат. Можете перейти на ее страницу, к примеру, я уже на примере своей страницы, и посмотреть какие-то зацепки, что о нем можно сказать, то есть что он постит. То есть возможно это какая-то, не знаю, если это девушка, может она очень много своих фотографий постит. И в этом случае можно собрать людей, у которых больше определенного количества записей на странице, к примеру. Любые параметры, которые указаны в личном профиле. То есть вы видите, что есть какие-то типичные паттерны этих людей и что можно попробовать на них. То есть где они работают, где они выросли, какое у них мировоззрение. По количеству фотографий, по количеству друзей, посмотреть на страницы, в которых они подписаны. Как правило, даже изучив один единственный профиль, можно найти огромное количество идей того, как можно попробовать запустить рекламу, где можно найти свою аудиторию. Рекомендую очень действенный метод. Всегда, когда запускаем рекламу, первым делом заходим на профиль этих людей и пытаемся разобраться, какие есть нюансы, за что можно зацепиться, чем они отличаются от других людей. Еще одна интересная вещь, которую можете использовать, это сбор промо-постов. То есть посмотреть, каким образом выглядят посты, продвигаемые у того или иного артиста. И после этого сможете подчеркнуть какие-то интересные идеи. То есть изучив большое количество сообществ, вы сможете очень много для себя нового узнать. То есть для этого вы заходите в сообщество, копируете ссылку на интересующее вас сообщество, переходите в анализ, в промо-посты, вставляете сюда ссылку на сообщество, выбираете период размещения этих промо-постов и запускаете задачу. Дальше открываете список, и вот мы видим те промо-посты, которые использовались в данном сообществе. Ну, я думаю, на самом деле много чего интересного можно для себя подчеркнуть. И так вы можете любое сообщество смотреть ту рекламу, которой нет на стене, но при этом запускалась реклама. Еще одна фишка в Target Hunter, которую вы можете пользоваться, это рекламные кабинеты. Вы можете перейти в раздел «Рекламный кабинет», «Управление» и подключить агентский кабинет. В этом случае, помимо вашего основного рекламного кабинета, вы можете создать много агентских. То есть это больше касается, правда, если вы двигаете сами себя, вы сами артисты, сами продвигаете, то, наверное, вам в этом особого смысла нет. Но если вы занимаетесь продвижением нескольких артистов, и нужно, чтобы дать доступ, к примеру, каждому артисту в свой рекламный кабинет, то эта стройка очень может быть вам полезна. То есть вы можете пополнять каждый кабинет в отдельности. Плюс ко всему затраты в этих рекламных кабинетах поступают в Target Hunter в виде бонусов. Как видите, у меня 71 тысяча бонусов, которые, правда, нельзя вывести в реальные деньги, к сожалению, но зато можно оплачивать им Target Hunter и пользоваться им бесплатно, используя бонусы. И последняя фишка, которую я скажу, она касается тоже сбора целевой аудитории. Если у вас в сообществе есть какое-то количество людей, которые подписались на вас осознанно, то есть это не боты, это не какие-то купленные истории, а люди, которые, честно, даже это всего 100 человек или 200 человек, вы можете посмотреть, что общее у этих людей, где они, на что они еще подписаны в процентном соотношении. Либо есть какой-то артист, где вы точно знаете, что это ваша аудитория. В этом случае вы можете посмотреть, на что подписаны эти люди. Для этого мы берем любое сообщество. Вот возьмем то же самое сообщество Эда Шерона. Анализ. Селюи сообщества. Вставляем ссылку и запускаем. Тут, как мы видим, тоже много настроек, с помощью которых вы можете ограничить выбор пользователей. Но для начала можно запустить просто без всяких настройок и посмотреть на выдачу. На этом все, друзья. Надеюсь, было полезно. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok